Доброго времени суток и хорошего настроения! Всем полигональный привет с полигона! Почему полигональный я уже говорил еще в самом первом видео про игру полигон, а вот в ней случилось крупное обновление. Настолько крупное, что вам придется играть с самого начала. Да-да, случился вайп, полный сброс прогресса всех персонажей. Как говорят разработчики, это вынужденная мера, так как полностью перешли на новые методы начисления опыта и игровой валюты. Теперь и опыт, и игровая валюта начисляются корректно. Это, кстати, изменение такое. А если желаете увеличить получаемый опыт и деньгу, то есть возможность приобрести премиум подписку, которая увеличивает получаемый опыт, соответственно, и игровую валюту на 50 процентов, а также премиум магазин для покупки голды. Второй, наверное по значимости пункт обновления, новая карта, место крушения. Там реально останки самолета лежат. Карты интересные, городская, с большим количеством домов, ангаров и укрытий. Точки респа, в отличие от первой карты, высоким забором не огорошены. Вместо забора укрытием служат различные битые машины, балуны и прочие неровности местности. В принципе враг не пройдет, но кемперить будут жестко. Однако и в этой ситуации можно выкрутиться. Бывали случаи, когда осаду прорывали и захватывали точки. В общем бои на этой карте проходят динамичные, жаркие. Сидеть на скале, употребляясь известным птичкам и делать вид, что прикрываешь, как это происходит на первой карте, на точке А, не получится. Добавлены новые оружейные модули. ACOG, Advanced Combat Optical Gunsight, который коллиматорный прицел и прицел ПСО-1. Теперь даже на стартовый коллаж можно установить один из трех прицелов на свой выбор. Но учтите, цены на некоторые предметы были увеличены, так что теперь стоит внимательнее относиться к выбору оружия и оборудования. Но я думаю многие уже присмотрели для себя, что им подходит для игры. Благо возможность для этого была. Что касаемо оружия, то и тут есть свои изменения. Была снижена отдача всего основного вооружения примерно на 20%, ускорена смена оружия на 20%, урон у М16 был увеличен на 7%, урон у Скар-Аш был увеличен на 8%, урон у Глок-17 был увеличен на 40%, урон у Кольт-1911 был увеличен на 20%. Так что теперь стрелять можно будет эффективнее, тем более что сейчас в этом аспекте игры тоже свои изменения. Если раньше очки засчитывались только за уничтожение противника, то сейчас добавляется еще и за ассист. Сколько хп снимаете своими выстрелами перед полным уничтожением, столько и начислят. То есть теперь не просто так подсосут фрагу у вас, а еще и вам хоть что-то да достанется в копилку. Пожалуй, наверное, это самые заметные изменения в этом обновлении. Но есть еще и мелкие, не менее важные, связанные с изменением интерфейса, физики, геймплея. Авторизация теперь работает через Steam, регистрация как раньше не требуется. Добавлена иконка при убийстве в голову в журнал боя, там такая черепушка появляется. Добавлены новые уровни с 20 по 30, добавлена подсветка игрока в таблице игроков, увеличен урон при попадании по рукам персонажа, улучшена текстура основной игровой карты, изменены позиции спауна игроков на игровой карте, изменены иконки званий на более качественные. И вот, собственно, хотя нет. Есть еще одно изменение, на которое я обратил внимание. Журнал боя стал пестрить иероглифами, чего раньше не замечал. Видимо, игра все-таки развивается и аудитория растет. Став бесплатно, игроки стали прибывать. Что ожидает дальше Полигон, можно только предполагать. Но я этого делать не буду. Лучше вы сами напишите в комментариях свои мысли по этому поводу, а также ваши впечатления от обновления. Ну а я на этом свой обзор крупного обновления в игре Полигон заканчиваю. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok